итак это второе видео из серии уроков о том как новичку или человеку который далек от сайтов обслуживать свой сайт так или иначе это нужно делать если вы не можете делегировать это действие какому-нибудь своему сотруднику например там нет такого человека или как бы вы не можете платить за работу дополнительную и делайте все сами и в этом видео именно как сделать бэкап с хостинга резервную копию вашего сайта когда исполнитель сдал вам сайт в готовом виде теперь он полностью в ваших руках чтобы не произошло вам нужна рабочая копия вашего сайта например на компьютере чтобы она хранилась где-то и зачастую люди не знают как это делать забывают это сделать а это очень важное потому что не будь у вас на руках резервные копии рабочего сайта вашего и что-то случится сайт перестанет работать причин может быть очень много вы не сможете легко восстановить сайт и вам придется доплачивать этому человеку если конечно он откликнется или искать другого исполнителя который починит вам сайт то есть это уже будет стоить денег это будет уже не просто поэтому об этом нужно позаботиться меня за федор васильев и подробности в этом видео итак это видео будет не совсем универсальным подойдет не всем так как хостинги разные панели у всех разные но принцип один и тот же если из этого видео вы не сможете последовать моим шагам исходя из того что у вас другой хостинг другая панель то вы должны понимать что вы всегда сможете обратиться в службу технической поддержки с вашего хостера они вам подскажут скинуть ссылки на документацию если вы совсем не знаете как сделать резервную копию я еще раз подчеркнул вам сайт сдали то есть исполнитель кто делал вам сайт вам его сдали полностью вы ему заплатили деньги сайт готов полностью рабочий сразу после этого мы делаем резервную копию сайта и естественно резервную копию храним на компьютере у меня кому интересно хостик юэй сейчас перед вами он открыт cpanel а у всех хостингов как правило называется вот видите файловый менеджер когда вы зайдете на свой хостинг найдите файловый менеджер первое что мы делаем это резервную копию корневой папки сайта все файлы папки слева у меня много здесь сайтов если у вас сайт один обычно эта папка publish html вот так вот она может выглядеть но так как сайтов у меня много я на создавал тут разные папки допустим вот у меня есть тестовый сайт в папке 1 я по нему кликаю он у меня отображается вот здесь вот в этой большой колонке сайт здесь у меня на джумла я просто все выделяю зажатым шифтом и смотрите здесь есть маленький момент если сайт маленький как это понять не больше 500 мегабайт он весит то есть сам сайт небольшой вам только вы сделали тогда он скорее всего будет весить даже 100 мегабайт не будет скорее всего но если сайт у вас развивается вы добавляете ведете блок добавляйте кучу фоток возможно видеофайлы прямо на сайт заливаете аудио файлы тогда сайт будет очень быстро расти и сайт будет весить 500 мегабайт и больше и вот этот способ метод именно что я хочу сделать я хочу сделать zip архив за счет c-panel хостинга и архив скачать на компьютер и вот если из опыта вам говорю архив будет весить до 500 мегабайт будет доходить к 500 или выше могут быть ошибки то есть сам хостинг просто не справиться не заархивирует зависит от конкретного хостинга тогда мы прибегаем к некой программы бесплатной программе файл зила или total commander в интернете можете скачать установить пускай на компьютере вас установлена этот способ мы рассмотрим сейчас же в этом видео только чуть позже на тот момент если у вас все-таки сайт уже большой значит я все выделил вы у своего хостинга ищите либо кнопки наверху либо кнопки могут внизу в моем случае это сжать просто так скачается быстрее у меня всплывает окно я выбираю архив zip и нажимаю вот на эту кнопку и мне нужно дождаться когда хостинг заархивирует все файлы сайта в один архив здесь нам показано что вроде как все готово нажимаем close закрыть и ищем этот архив он должен быть среди всех этих файлов вот я вижу его здесь один . zip вы можете видеть вот здесь вот написано сегодня то есть только что создан архив и по поводу размера если у меня спросить а как узнать сколько есть у меня сайт ну вот например 8177 мегабайт да я узнал размер сайта только после того когда я вас архивировал но на самом деле вы просто увидите ошибки если хостинг не справился то прибегнем ко второму способу скачивания сайта по сути на компьютер он более долгий этот способ вот через файл зила потому что я там получается не могу заархивировать и программа скачивает каждый файл поштучно и процесс долгий ну я привык уже пользоваться вы просто ставите сайт на закачку по сути пока он скачивается вам на компьютер процесс скачивания зависит как от размера сайта чем больше сайт в мегабайтах тем дольше будет скачиваться и и соответственно просто сворачивайте программу она его при потихоньку скачет и ушли делать другие дела естественно компьютер должен быть включен смотрите что мы делаем если мы все-таки получаем архив здесь это быстрый способ да но пока сайт у нас маленький выделяем просто я кликаю по нему мышкой поэтому zip архиву и ищем опять же наверху панели кнопки или можно правой кнопкой мыши кликнуть вот здесь вот появляется контекстное меню и ищем здесь по-английски меня download это скачать у вас может быть написано по-русски всплывает окно это уже на компьютер выбираем папку куда мы где мы будем хранить наши бэкапы нажимаем скачать смотрите не оставляйте zip архивы здесь же на сайте также чтобы не забивать дисковое пространство хостинга я выделяю опять же этот архив и здесь нажимаю удалить у нас просто уже есть копия до на компьютере поэтому здесь нам она больше не нужно обязательно компьютере не забудьте куда вы сохранили папки лучше помечать прямо даты когда вы сделали а бэкап потому что у вас бэкап будет собираться то есть за разные даты в зависимости как часто вы будете делать бэкап я рекомендую дел бэкап и если у вас сайт скажем статичный лендинг или что-то такое вы в админку почти не лазить и вот он просто у вас висит в интернете просто чтобы было лицо так сказать в интернете представление о вас в вашем бренде вашей фирме да тогда можно делать если вы не хотите сильно заморачиваться тратить на это время раз там в три месяца раз в полгода просто заходить все там обновлять естественно перед этим делать бэкап и все хорошо в идеале конечно нужно обновляться сразу как только выходит обновление если это wordpress это значит обновление wordpress если это джума обновление джума зачем нам обновляться если вы спросите обновляться нужно за тем что разработчики wordpress джума выпускают заплатки эти заплатки закрывают так называемые дыры это уязвимости движков через которые могут проникнуть злоумышленки хакеры также движки имеют ошибки они также исправляют эти ошибки ну и конечно же могут выходить новые функции обновленные какие-то полезные дополнения это есть что касается самих движков если вы используете дополнительные плагины на ваших сайтах это компоненты это интернет-магазины форум и так далее они тоже свойственно им обновляться у них тоже есть свои разработчики которые выпускают обновление и там тоже желательно это все обновить и вот самое как раз опасно если вы резервную копию не сделаете обновитесь если что-то пойдет не так при обновлении сайт может просто умереть и вы например не сможете дозвониться вашему человеку который вам сайт делал или он откажется делать каким-то причинам вам придется искать в общем это целая история которая будет очень неприятно а это действие вы сможете сами сделать я вам покажу как это делать если все же что-то произошло не так именно с обновлениями или просто сайт умер да и покажу как если сайт все-таки умер как из бэкапа восстановить опять сайт на хостинг в этом же видео посмотрим смотрите архив который мы скачали мы просто можем его проверить убедиться что да вот они все по названиям просто папок я смотрю файлы все есть все на месте размер архива 81 и 7 да все получилось хостинг справился смотрите это первый шаг второй уже побыстрее попроще опять же зависит от размера сайта да если сайт вы уже ведете несколько лет если вы его наполняете если у вас блок то есть значит это добавляйте картинки картинки постоянно туда какие-то галереи с фотографиями картинки занимают конечно место они весят сайт тогда разрастается и будет тяжелый и естественно бэкап будет делаться дольше но с этим уже ничего не поделаешь обычно просто файл зила ставим бэкап чтобы он качался и все что мы делаем дальше а все панель хостинга вам нужно найти вашем хостинге нужно найти такое название php май админ перейти туда у вас у хостинга это может выглядеть по-другому слева будут это получается вот это все сайты каждому сайту вот это название то есть это база данных все сайт по сути работают с базы данных без базы данных они работают не нужны обязательно нам тоже нужна резервная копия нашего сайта у меня к этому сайту который я сейчас выкачал вот эта база данных я просто помню ее название вы находите свою базу данных кликайте по ней опять же убедитесь в том когда разработчик вам сдает вам сайт если то есть это не я вам делаю сайт я обычно все рассказываю все показываю но если кто-то делает еще и вы это видео смотрите не забудьте все спросить потому что если вы совсем далеки от этой всей истории вам надо элементарные вещи обязательно знать если вы будете сами обслуживать сайт то есть название базы данных вот вот оно название у меня видите вино випр нижнее подчеркивание 1 если у вас будет несколько что вы могли понимать какая база данных относится к вашему именно сайту потому что здесь вот это верхняя например видите вот это автоматически созданная здесь была на хостинге она не имеет отношения к моему сайту и чтобы вы лишних действий не делали вы должны знать что вот именно эта база относится к вашему сайту то есть это надо все спросить чтобы ваш исполнитель разработчик вам объяснил все эти нюансы то есть название все как это называется и желательно чтобы он тоже вам показал как на вашем хостинге делать backup но если все же этот человек вам это все не сделал вы об этом наверно не знали то у хостера также у техподдержки они обязательно вам помогут подскажут где эта база данных я по ней просто кликаю а дальше уже вот эти все действия они похожи будут то есть аналогичны дальше вы уже реально по моим сейчас шагам по моему видео сможете сделать здесь вы находите кнопку экспорт ставите точку обычный прокручиваете в самый низ и нажимайте вперед иногда кнопка вперед может находиться не прямо здесь слева в углу а вот здесь справа в углу зависимости от хостинга вот если вы здесь кнопку не увидите смотрите в правый угол нажимаем вперед мы просто сейчас выкачиваем вот эту базу она имеет расширение сквейл видите . сквейл вы всегда должны знать об этом что значит эта база данных от вашего сайта и выбирайте также папку в ту же папку закачиваете базу сквейл папку файлы сайта не обязательно прям в той же хранить но чтобы рядом но что просто не потерять если будете вы восстанавливать потом из резервной копии сайт чтобы не потерять эту базу данных на вашем хостинге нажимаем сохранить вот на этом этапе как бы все я сделал резервную копию сайта дальше я могу быть спокоен и идти следующим этапом например я просто хочу произвести какие-то обновления на сайте там что-то сделать возможно еще просто я знаю если что-то нарушу на сайте если обновление что-то испортит я могу просто откатиться вот у меня есть резервная копия просто откатываюсь до рабочего состояния сайта но если вы спросите а что же делать тогда обновление еще раз обновимся опять сайт умер придется опять откатываться ну здесь уже опять же я не смогу в рамках одного видео тут что-то как-то помочь нужно разбираться уже на сайте возможно спросить у хостера объяснить что резервную копию есть вот я обновляюсь сайт вылетает но опять же возможно скорее всего здесь придется вам обратиться опять к мастеру кто делает сайт и так далее просто вот у меня недавно была ситуация что при обновлении wordpress сайт умер мы откатились backup а он потом сам автоматически обновился но второй раз обновился он без проблем понимаете то есть получается в какой-то был сбой возможно в этот момент хостинг глюканул когда обновление протекала естественно обновление не дошли полностью не все обновилось и сайт перестал работать тут масса может быть ситуаций поэтому вот я сейчас стараюсь как можно подробно в этом видео все вам донести теперь ситуация если сайт тяжелый как подключаемся через это называется протокол ftp во-первых вот учетная запись и в теперь вы можете здесь создать теперь это хост логин и пароль дополнительно надо создать чтобы вы могли подключиться по сути вот к папкам хостера через специальную программу потому что удобно выкачивать backup и вот именно через фтп когда сайты большие история такая здесь смотрите обычно когда вы хостинг регистрируйте вам в одном ли в двух или даже в трех письмах от хостинга приходит вся необходимая информация логин и пароли от c-panel от всяких таких моментов вот обязательно это все сохраняйте найдите там ftp до доступы они уже должны быть если нет также обратитесь в техническую поддержку вашего хостера они вам либо продублируют либо напомнит доступа к ftp это нужно обязательно нужны вот по сути только три данных это хост это имя пользователя и пароль иногда просит порт но я порт не заполняю обычно он так как бы подсоединяется вы видите что программу файл зила так называемая она у меня уже есть я думаю не надо показывать я думаю так найдете просто в поиск яндекса google в бейте файл зила только убедитесь что это что-то сайт источник качать нужно с официального сайта программа абсолютно официально бесплатная не скачете низких торрентов с каких-то сайтов которым вы доверяете возможно можете скачать какой-нибудь вирус к себе на компьютер я не хочу быть пособником проблем на вашем компьютере поэтому сразу об этом говорю качать нужно все с официальных сайтов и так я получил свои данные от своего хостера вы видите я внес имя пароль и хост нажимаю быстрое соединение сразу соединился смотреть еще бывает такое что долго соединяется прям 5-10 минут можете уйти там дела по делу подождать не знаю чем связано бывает долго соединяется данном случае соединился быстро как пользоваться этой программы вкратце покажу когда вы соединились правильно здесь вот красным будет написано ошибка если вы например неправильно пароль логин ввели от ftp если все правильно то будет примерно такая ситуация список каталога извлечен и вот в этом окне будет показаны все файлы вашего сайта вот здесь данный сайт тестовый сайт который я бы копил здесь он находится я сейчас просто вам покажу еще раз да то есть как по сути сделал бэкап сайта но уже через эту программу напоминаю если сайт тяжелый и и по каким-то причинам хостинг не справляется выдает ошибку не дает посредством хостинга вам выкачать бэкап да еще один момент иногда хостинг сам делать бэкапы вам тоже на это можно у хостер уточнить то есть он прям по времени раз там в два дня или в неделю он делать бэкапы эти бэкапы готовы тоже можно скачать но я не совсем им доверяю мне кажется они могут некачественно тоже бэкапить у меня были реально случай когда из бэкапа сайт восстанавливали а он восстанавливался всегда криво потому что сам бэкап был кривой поэтому я всегда рекомендую руками делать бэкап сайта желательно через программу вот либо файл зила либо total commander аналогичные программы либо какие-то похожие программы вот если по папке кликну вы видите вот она со структура сайта я вам просто покажу как это делается вот в левом окне это уже показано реально ваш компьютер в этом окне вы просто выбираете папку куда сделать бэкап и смотрите я просто зацепляли кнопкой мыши зажимаю левую кнопку мыши вот эту папку с сайтом и просто перетаскиваю вот в это окно отпускаем мышь уже то есть в нужную папку сначала папку на компьютере здесь выберу все бэкап пойдет вот здесь вот в этом окне в нижнем будет так быстро пробегать такие всякие строчки это будет показано что файлы передаются а вот здесь внизу будет показано файлы в задании здесь чем больше сайт тем больше файлов будет неудавшейся передачи можно буду переключиться посмотреть какие файлы почему-то не удалось передать вы не смогли скачать то есть программа не смогла скачать либо успешно и успешной передачи это обычно весать что дело принес неудачные передачи просто надо смотреть опять же какие файлы не смог передать возможно эти файлы отдельно можно будет выкачать через сам хостер но как правило это какие-то файлы из кэша он не может передать и просто на это не обращаем внимание но в любом случае здесь внимание нужно обратить потому что вдруг было сбойку это в интернете у вас на компьютере пока вы скачивали бэкап эта программа имеет переподключаться автоматически то есть она через какое-то время разрывает связь здесь будет вот в этом окне это будет показано автоматически подключается и когда весь сайт будет выкачена она вам тут сигнализировать будет также список каталогов извлечен все как бы завершено его здесь вот строчки такие перестанут бежать они снизу вверху так пробегает что это просто показан процесс каждого файла что этот файл передан передан перед ну так бы все это быстро показано опять же видите здесь мы возможно кто совсем первый раз вообще визит программу не совсем будет это понятно здесь все-таки нужно некий опыт этим пользоваться но на самом деле это простейшее действие вот вы сайт уже будет у вас несколько лет висеть раз три месяца будет делать бэкап вы уже будете просто все знать как все это работает здесь вообще не надо вникать не надо ни о чем там заморачиваться думать о чем-то так далее по сути все вот здесь бэкап базы сквейл май сиквейл она делается только там с хостинга но по крайней мере я так делаю вот выкачивать всегда там а вот именно файлы сайта где хранятся картинки видео файл аудио файл есть таковы имеются и вообще весь сайт выкачиваются вот двумя способами либо вот программы либо через файловый менеджер хостинга так и теперь в этом видео как восстановить из бэкапа на хостинг сайт если все-таки сайтом что-то случилось это простое действие если бэкап у нас как бы есть то есть что мы делаем вы можете также через файл зила но здесь удобно я вам здесь и покажу но можно просто файлы сюда закинуть нашего бэкапа с заменой файла но я привык дел так смотрите я просто выделяю весь сайт и нажимаю удалить и подтверждает действие нужно дождаться здесь он по одному файлу удаляя да вот вот этот процесс удаления он достаточно долгий зависимости от размера сайта в мегабайтах если через хостинг панель удалять файл менеджер там удаляет просто за секунды вот об этом моменте я немножко подзабыл поэтому я ставлю видео на паузу чтобы не затягивать и когда сайт удалится я вернусь к видео или можно нажать вот на эту кнопку отменить текущую операцию он красным крестиком будет тогда приостановится удаление файлов давайте все-таки через хостинг покажу как удалять сайт так как это реально быстрее здесь я нахожу менеджер файлов или файловый менеджер захожу в папку 1 я вижу что часть у меня удалилась и остатки я выделяю удалить пропустить корзину просто удалиться он так видите сразу очень быстро он удаляет теперь я возвращаюсь файловый менеджер и я вернусь еще папку смотрите нам нужно backup разархивировать или смотрите если сайт небольшой давайте я покажу вам через хостинг панель смотрите если сайт большой разархивируем его и можете прямо отсюда с окна все файлы перетащить в эту область давайте я сделаю переподключение чтобы увидеть эту папку вот папка 1 где был сайт видите папка пуста либо с этого окна находите сайт раз разархивированные перетаскиваете сюда это тоже процесс долгий пока все файлы поштучно не зальются если же сайт молодой маленький до до 500 мегабайт наверное загру получится его загрузить сюда извлечь точнее то есть за счет хостинга просто это потому что будет быстро вот эта папка 1 я нажимаю здесь загрузить и просто нахожу с компьютера вот этот архив перетаскиваю его просто вот в эту область и сайт загружается моем случае на этом хостинге зеленым должна быть вот эта полоска вот она загорелась зеленым это говорит о том что архив загружен это окно я могу закрыть еще раз надо здесь обновить страницу вот он видите архив сайтом то сейчас я из резервной копии восстанавливаю файлы сайта то есть например сайт у меня сломался а то что сломалось я удалил и предыдущая версия сайта а вот она здесь здесь я нажимаю извлечь здесь будет стоять уже правильно в моем случае путь куда извлекаются файлы вашем хостинге надо будет тоже смотреть куда это будет извлекаться обычно это вот здесь вот показывается нажимают на эту кнопку и ждем ведь как быстро здесь достаточно быстро вот он весь сайт он разархивировался смотрите то же самое нужно сделать с базы данных здесь мы с вами закончили мы возвращаемся с вами все панел и переходим php my админ переходим в нашу базу то есть по ней кликаем мышкой самый низ прокручиваю вот здесь вот отметить все и выбираю удалить удаляем обязательно нажимаем еще до удалить старую базу и нажимаем импорт нажимаем выбрать файл и находим нашу базу вот она на компьютере одинской и нажимаем вперед и ждем вот колесико крутится то есть достаточно просто не надо ничего подключать надо убедиться в том что база успешно загружена вот с такой зеленой стрелочкой если еще раз кликну мышкой структуру базу вот я все здесь вижу ничего подключать больше не надо все вы можете обновить ваш сайт ваш домен обновить страничку сайта увидеть что сайт работает в первоначальном виде но только помните если вы вносили какие-то изменения то есть вы сайт восстановили с бэкапа как он был на тот момент если прошел после этого там месяц-два вы вносили какие-то корректировки возможно дизайн возможно блок вели закинуто десяток статей и не сделали бэкап и сайт сломался то вы восстановите бэкап вот той месячной давности получается без этих новых статей без этих и правок поэтому помните всегда если вы объемно там как-то загрузили и ваш сотрудники на сайте много статей то резервную копию сайта нужно делать регулярно там раз в три дня например реза раз в неделю делать бэкап сайта на всякий случай потому что вы намного себя упростите жизнь если у вас будет рабочая копия вашего сайта думаю на этом видео можно заканчивать я подробно объяснил как делать резервную копию за счет хостинга за счет программ в моем случае файл сделал как выкачивать где выкачивать лучше как закачивать лучше по размеру так далее из своего опыта я вам все рассказал и давайте посмотрим следующее видео не пропустите из этой же серии посмотрим для вас там тоже будет полезная информация а